включил запись у нас с вами сегодня время именно для презентации компании skyway capital до тематика нашей презентации именно такова ну и как правило мы проводим данное мероприятие достаточно простом формате то есть она разбита практически на две части первую из них мы кратко знакомить с технологией с которой мы работаем которым мы сегодня помогаем вывести на мировой транспортный рынок да эта технология которая связана с трудным транспортом юницкого можно так сказать потому что мы говорим не только о транспорте хотя на 90 с лишним процентов времени именно уходит на это направление потому что странные технологии на сегодняшний день это технологии которые можно применять транспортной отрасли в строительстве городов то есть можно строить здание высотного типа под трудным технологиям коттеджного типа это строительство мостов струнных портов вот то есть технология применимы достаточно широком спектре человеческой жизнедеятельности но конечно основное время уделяется транспорту потому что именно транспортной технологии скажем так идет речь в основном транспорт 2 уровня но инновационная транспортная система которая до сегодняшнего дня не была нигде применена хотя С виду некоторые люди ее сравнивают порой и с канатными дорогами, с монорельсом, с трансрапид поездом, который бегает по территории, например, Китая и так далее, с высокоскоростными железнодорожными магистральными, хотя это совершенно другая технология. Как любит Игорь Кеннатолий Дарщиницкий, который является генеральным конструктором струнного транспорта, если взять в отдельности то, что он использует в своей технологии, то многие элементы данной технологии известны людям уже десятки лет, сотни лет и так далее. Но объединив все это в одном едином целом, получается действительно инновационная транспортная технология, которая позволяет нам строить дороги значительно дешевле, быстрее, намного надежнее и безопаснее. То есть огромное количество преимуществ есть у данной технологии по сравнению с теми транспортными системами, которые мы с вами используем. Это и экологичность данного транспорта, высочайший уровень безопасности, то есть как минимум на 3-4 порядка безопасность выше, чем те транспортные системы, что мы используем. Ну, наверное, в первую очередь, потому что транспортные потоки людские можно развести по уровням, транспорт будет ездить над землей, люди спокойно гулять по планете поверхности пешком. Противосходные устройства специальные, которые находятся на каждом транспортном средстве от 10 до 100-кратного запаса прочности по отношению, скажем так, к тем нагрузкам, которые должна путевая структура нести при передвижении транспортных средств и многое другое. То есть транспорт можно отнести к всепогодным, всерельефным. Высокая скорость перемещения, потому что она затрагивает три сегмента транспортного рынка, в основном сначала было сделано порой именно на это. Это городской транспорт до 150 км в час, грузовой, который сегодня тоже заявляется до 150 км в час. И свыше 500 км в час это высокоскоростной международный международный Skyway. Уровень комфортности, доступности по деньгам, да, скажем так, действительно расходы, экономия огромного количества строительных материалов. То есть вот эти все преимущества есть в технологии под названием Skyway. Она называется именно так, а в целом систему можно назвать даже Transnet и в принципе ролик, с которого началось движение по схеме краудинвестинга, да, привлечение денежных средств посредством вложения людей, физических лиц, частных инвесторов по мере их возможностей с целью, скажем, строительства испытательного участка, демонстрации возможностей транспорта, сертификации выхода на международный рынок. Вот, и ролик, который мы используем в своей работе достаточно давно, с которого все начиналось, и который кратко демонстрирует, что из себя представляют технологии, дает первое представление о том, с чем мы имеем дело, да, то есть как выглядит технология и ее преимущества. Поэтому я вам предлагаю сейчас этот ролик про Transnet посмотреть, потом мы сегодня с вами посмотрим еще, может быть, 2-3 ролика коротких, да, которые продемонстрируют то, чего мы достигли, что было не так давно. Вот, ну и поговорим с вами об инвестиционных возможностях, которые предлагает сегодня компания Skyway Capital. Итак, ролик о Transnet, 2 с небольшим минутой, и дальше будем с вами двигаться по информации нашего вебинара. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материалов, земли, средств, чем для классических дыраков. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы не оптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Transnet – жесткость струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашитая в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Transnet эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождения, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт. Вот такая технология, на реализации которой сегодня мы работаем. Мы привлекаем денежные средства с целью того, чтобы построить, и строительство уже идет полным ходом в Республике Беларусь. Судьба, скажем так, сложилась таким образом, данной технологией, что именно в Беларуси, откуда родом генеральный конструктор структурных технологий Анатолий Дорщиницкий, сегодня идет строительство, можно даже назвать, центра сертификации и демонстрации SkyWay. То есть раньше это называлось тестовый участок, полигон, эко-технопарк – второе название данного сооружения. Сама история структурных технологий насчитывает уже на сегодняшний день 40 лет. Ни много, ни мало. Условно ее можно разбить на четыре этапа, которые были в истории развития данной технологии. Первый, самый далекий этап, это с 1977 года по середину 90-х, это и первое заявка на изобретение, первые публикации, признание Федерации космонавтики СССР, первый грант Советского фонда мира на реализацию технологий. Второй этап и третий, чем интересны, тем, что такая структура, как Организация военных наций, выделяла денежные средства в виде грантов на развитие технологий. На втором этапе Юницкий имел свою школу в Санкт-Петербурге научную, где проводил большое количество испытаний в аэродинамической трубе. С целью придания, скажем так, максимально обтекаемой формы будущему подвижному составу и снижению коэффициента аэродинамического сопротивления. Кстати, одно из преимуществ данной технологии, то, что, скажем так, путевая структура поднята над землей, и когда транспортное средство перемещается, практически к нулю сведен эффект экрана, который, скажем так, затрагивает, точнее, затраты на преодоление данного эффекта занимают порядка 90% всей затрачиваемой энергии на передвижение этого средства на высоких скоростях. Итак, на втором этапе были сделаны первые действующие физические модели разного размера, от 1 к 15 до 1 к 5. Получен первый гранд организации обменных наций. По сути, на бумаге было отработано, скажем так, первое поколение технологии SkyWay. Технологии, точнее, струнного транспорта. Извините, оговорился, потому что SkyWay это где-то с 2013 года заговорили именно о том, что небесные дороги в Ницкан. Третий этап интересен был тем, что именно на нем в течение третьего этапа о технологии узнало большое количество специалистов в разных уголках земного шара, и не только специалистов, потому что о технологии говорили в новостях, на центральных каналах телевидения, были тематические передачи на региональных телевизионных каналах, в средствах массовой информации. Ницкий принимал участие в большом количестве различных выставок, форумах, посвященных науке, технике и транспорту в первую очередь. Было получено большое количество дипломов, наград, например, две премии «Золотая колесница» были получены в тот промежуток времени, а третья была вручена буквально в июне месяце в Праге, совсем недавно, уже за те достижения, которые компания показала на современном этапе развития. Третий этап интересен тем, что технология была продемонстрирована, как я говорил, всему миру, был отработан целый ряд методик, проведено большое количество испытаний, даже заключены контракты о строительстве дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. И она была продемонстрирована президентом Дмитрием Медведевым на тот момент, на госсовете, который проходил в Ильяновске. К сожалению, после того, как технология была продемонстрирована, и как бы было дано негласное добро на ее развитие, там, изыскать миллиард рублей, Минтрансу давно было поручение устное, да, технология перестала существовать буквально через неделю после данного мероприятия. Главное, что Юницкий не опустил руки, главное, что он продолжал развивать данную технологию. И сегодня мы очень близки к тому, чтобы, скажем так, уже сертифицировать те виды транспорта, которые сегодня, скажем так, созданы, построены, испытываются на территории экотехнопарка. Ну, важно отметить еще следующее, то, что во время, скажем так, существования полигона в озерах, по сути дела, была отработана технология второго поколения. И тот ЗИО-131, который испытывался на территории полигона, сегодня он как памятник стоит на территории экотехнопарка. В Минске области, недалеко от города Марингорка, где у нас идет строительство экотехнопарка. Ну, чтобы не быть голословным, просто покажу вам кратко ролик, который демонстрирует историю, да, развития струнных технологий, что было, как это выглядит. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес ездят на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспортная система, это очень надежная система. И доказательство того, является то, что я стою под грузовиком в 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплект испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1-15, 1-10 и 1-5. Все модели действуют. Вот таким образом. Это как бы прародитель, или как некоторые называют, динозавр струнного транспорта. И сегодня он на постаменте находится прямо при входе в Экотехнопарк. Те люди, которые были на Экофестивале, прошедшем 1-го числа на территории Экотехнопарка, видели данные звезды 131 с тем же бортовым номером, который стоит как памятник уже развития данной технологии. Итак, четвертый этап. На четвертом этапе в начале Юницкий продолжал вести переговоры с чиновниками разного уровня, с людьми мира бизнеса. К сожалению, большинство из них, фактически все, заканчивались неудачей. И в 2013 году было принято решение оценить технологию, то есть все ноу-хау, которые были наработаны до того момента. Она была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов США, зарегистрирована на основании интеллектуальной собственности компании Великобритании. И было принято решение привлекать денежные средства посредством краудинвестинга, то есть простым физическим лицам предоставить возможность на очень выгодных условиях становиться собственниками технологии. И их денежные средства использовать в направлении создания еще одного тестового участка, который разобрали, как я вам говорил, на котором продемонстрировать все возможности Skyway. И сертифицировав данный вид транспорта, приступить к строительству дорог в большом количестве адресных проектов, которые уже сегодня есть и на бумаге, и предполагаемые, и устные договоренности, и много чего еще. Анатолий Городович Юницкий, как я вам говорил, родился на территории Республики Белоруссии. За время своей деятельности он работал и инженером, и конструктором, и специалистом в сфере патентоведения. Име три высших образования, инженер транспорта, патентное право изобретательства, строительства и проектирования высотных зданий, инфраструктурных сооружений. Сегодня все три образования используют реализацию на практике в строительстве дорог и планированном строительстве линейных городов, которые будут строиться вдоль дорог Skyway. Там, где люди смогут жить в саговой доступности от намного более дешевого в плане, скажем так, оплаты транспорта, который сможет их быстро доставить в любую точку города, области, страну для различных целей. Для работы, для путешествий, для того, для чего нужен транспорт. Соответственно, гораздо дешевле будет себестоимость перевозки грузов, потому что они будут быстро доставляться из одного уголка страны в другой. Соответственно, что скажется на их стоимости конечной. То есть, данная технология решает огромное количество вопросов, которые накопились в транспортной сфере. Ну и, скажем так, ее социальность еще в том, что будут открываться новые рабочие места. Будет, скажем так, все чище и чище становиться экология тех мест, где будут строиться данные дороги, будет убираться традиционный транспорт. То есть, много-много плюсов, которые в себе несет данная технология. Порядка 140 изобретений у Анатолия Даровича Уницкого есть на сегодняшний день. 18 монографий, более 200 научных работ с большим пластом информации, вплоть до видеоматериалов. Вы можете познакомиться на сайте www.unitsky.com, которую вы видите сейчас вот здесь, на данном слайде. Целый ряд структур, которые давали свои экспертные оценки и заключения по технологии во время существования полигона в Озерах, вы сейчас видите на экране. То есть, начиная с Института проблем транспорта Российской Академии Наук, до Строя России, Министерства экономики и транспорта Российской Федерации, заканчивая до Организации Объединенных Наций. Порядка 50 различных патентов было получено на те нау-хау, которые юнически используют технологии, и порядка 40 различных международных дипломов и наград. Итак, история движения по схеме краудинвестинга компании Анатолия Дарчуницкого насчитывает на сегодняшний день три с небольшим года. То есть, движение началось в январе 2014-го, был разработан 15-этапный план выведения технологий на международный транспортный рынок. Каждый из этапов подразумевает свою венчурную премию, то есть уровень доходности по тем пакетам долей, которые может купить абсолютно любой человек практически в любой стране мира, до тех работ, которые необходимо выполнить на каждом этапе и приблизить момент сертификации и выхода транспорта на международный транспортный рынок. В 2014-м году, основной, наверное, год выживания, становления, наверное, поднятия с колен, становления на ноги, было проведено три международные конференции, две из них в Москве и одна в Минске. Было создано научно-производственное предприятие, которое вот с каждым годом расширялось, и сегодня там более 300 человек, более 350, порядка, трудятся на территории города Минска для реализации данной технологии. 15-й год был, в течение которого, самое важное, наверное, определились с участком земли, на котором сегодня идет строительство, запустили в действие компанию Skyway Capital, которая занимается информационной деятельностью и привлечением в финансах, то есть инвестиционной деятельностью в какой-то мере. Целый ряд переговоров важных на территории Аравийского полуострова, на территории Республики Беларусь, приезд господина Рода Хука, бывшего министра транспорта Южной Австралии, который сегодня занимается вопросом реализации технологий на территории австралийского континента, это выделение участка земли в июне месяце, в июле первые изыскательские работы на территории Экотехнопарка, август, начало строительства. Далее, в октябре, закладка нулевого километра и международная конференция, на которой было до сотни наших инвесторов, где Емитский отчитался, в принципе, за проделанную работу и о планах на будущее. В сентябре также был получен международный инвестиционный код ICIN, ценной бумаги, который, по сути дела, данный код получили все компании, акции которых сегодня котируются на крупную биржевую площадку международную. В ноябре месяце руководство компании 2015 года пришло к использованию нового инвестиционного продукта и запустило его в деятельность. Это приобретение пакетов долей компании, либо продажа, если это от компании говорить, в рассрочку, что себя, в принципе, оправдало полностью. Огромное количество людей на выгодных условиях инвестировало в наш проект, то есть ежемесячно инвестируют в незначительные денежные средства, а в итоге получают крупные пакеты долей компании. 2016 год стал, наверное, годом уже, скажем так, заявления о себе. Если 2015-й переломный, то в 2016 году технологию Минтранс России признает инновационной. В марте месяце рабочая группа того же экспертного совета Минтранса России признает ее перспективной для использования территории России. А в промежутках между этими двумя событиями Анатолий Дарович Юницкий лично, специалисты компании «Струнные технологии» в городе Минске, которые входят, скажем так, в группу компании «Скайвэй», получили приглашение принять участие в выставке под названием «Инотранс», которая проходит раз в два года. Это крупный-крупный транспортный форум мировой, скажем так, в первую очередь транспорта, связанного, скажем так, с рельсовым транспортом. Это железные дороги, метро, трамваи, то есть все, где используется. Но хотя были и другие отраслевые представители, скажем так, транспортной сферы. Эта выставка прошла в сентябре месяце. Перед сентябрем у нас прошел первый экофест в апреле. Кстати, это было в начале года единственное мероприятие, которое было запланировано руководством. То есть два дня, 23-24 числа, это экофестиваль на территории технопарка. Ну, тогда мы, в принципе, просто приехали, посмотрели на практически голую землю, то, что было построено немножко, был заложен нулевой километр, да, ну и, по сути дела, и все. В сентябре месяце с успехом прошло мероприятие в Берлине под названием «Инотранс». В октябре месяце было два мероприятия на территории города Минска. Это «Белорусская транспортная неделя» либо «Транспорт и логистика-2016» в начале октября. И в середине «Белорусский энергетический экологический форум». Параллельно с «Экологическим энергетическим форумом» в Мельбурне, где нашу технологию представлял господин Ротхук и специалисты компании «Ауркон», которых в сентябре 2016 года Ротхук привозил на три дня на территорию Республики Беларусь для ознакомления с юнистским, с производственными площадями, с экотехнопарком, с идеей самой, да, что из себя представляют технологии. И вот эти специалисты сегодня взялись вместе с Ротхуком и работают в направлении реализации технологии на территории Австралии. Проходил в Мельбурне 23-й Всемирный международный конгресс интеллектуальных транспортных систем. И наша технология была представлена на этом форуме. Дальше была Москва, это конец ноября, начало декабря месяца, транспорт России 2016. В 2017 году проходила конференция под названием «Ревый Тех 2017» в Индонезии. В мае месяце, с 10 по 12 мая, проходила выставка под названием «Смарт-сити». То есть каждый из этих крупных форумов дал свои положительные результаты. То есть огромное количество людей с территории, ну скажем, не побоюсь, всего земного шара, да, специалисты транспортной сферы, банковской деятельности, экономисты, вот. Люди из сферы туризма и другие, скажем так, сферы, где можно использовать транспорт юнистского, давали положительные оценки и заключения по технологии, которую придумал Атолий Дорчинистский, которая сегодня реализуется. На трех мероприятиях были представлены действующие, скажем так, промышленные образцы транспортных средств под названием «Юнибайк» двухместный и 14-местный «Юнибус», испытания, кстати, которые проходят сегодня на территории Экотехнопарка. На мероприятии под названием «Транспорт России-2016» 23-й международный конгресс интеллектуальных транспортных систем, выставки, которые прошли в Индонезии и в Индии, были представлены действующие физические модели различного масштаба, которые демонстрируют технологию, то есть транспортные средства туда не возились. Но в Индии и в Индонезии, наверное, по причине уже того, что проходили обкатку испытаний и приступили к сертификационным работам. То есть каждое мероприятие, как я вам сказал, дало положительную оценку, то есть и специалистами, и чиновниками разного уровня. После этого, по сути дела, после «Инотранса» все чаще и чаще, скажем так, по нарастающей, возрастало количество делегаций с разных уголков земного шара, которые стали посещать территорию экотехнопарка. Наша КБ знакомится Анатолием Дарчем Юницким, скажем так, ну и многие подписывают договора о взаимодействии в дальнейшем по использованию технологий в разных уголках земного шара. Ну и специалисты нашей компании в уголе с Анатолием Дарчем Юницким ездили в другие страны, на другие континенты, общались, скажем так, с чиновниками разного уровня. И буквально последняя поездка состоялась на прошлой неделе, больше, наверное, недели Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин, это замгенерального директора по развитию, находились в Индии. Потом Виктор был еще в Индонезии, да. Он был в Индонезии до того, перед выставкой «Смарт-сити», вот, после выставки «Смарт-сити», которая прошла в Индии. И вот сейчас была отдельная поездка, было большое количество переговоров у использованной технологии на территории Индии. То есть Индия большая страна, в которой проживает, скажем так, второе по количеству населения количество людей. И, по сути, как говорил тогда-то Виктор Бабурин, из себя представляет один большой, огромный адресный проект, где можно использовать и грузовой Skyway, и высокоскоростной, и городской. Ну, буквально даже перед выставкой «Смарт-сити» были подписаны договора, один из них на 922 миллиона долларов, да, потом немножко, скажем так, цифра уточнена была, порядка 900, там, 899 миллионов о строительстве трех дорог. Один из них, кстати, в городе Тханцала, в котором находится резиденция Далай-Ламы. Есть фотографии, где Анатолий Дарыч Юницкий посетил, встретился с Далай-Ламой, пообщались. Ну, и, скажем так, его святейшество, одно из ведущих религий мира, благословил Анатолию Дарыч Юницкого на то, чтобы он реализовал технологию, увидел ее плюсы и сказал, что занимаемся благим делом. Ну, господин Морозов, вы видите на данном слайде, это тот человек, который в 2009 году Дмитрию Медведеву представил наши технологии, очень сильно обрадовался, когда встретил, опять же, нас на мероприятии, которое прошло в Москве в декабре. И после этого даже мероприятие на Гайдаровском форуме, он сказал, что рассматривает возможность строительства Дук-Трас от аэропорта Хульяновска до центра города. То есть, как я говорил, каждое мероприятие, которое было проведено, оно прошло, скажем так, на высоком уровне, большое количество людей, имея положительные отзывы от технологий. Ну и важно, что уже в декабре был заключен договор о сертификационных работах транспорта Skyway с НИИ Горэлектротранспорта, который занимает сертификацией данных транспортных систем, которые у нас отнесены к легкорельсовому транспортному средству, на территории стран ЕАЭС. Кстати, куда входит и Беларусь. Ну и здесь есть большое количество фотографий. Конечно, важный момент, когда был осуществлен первый прокат. Юнибайка, это был конец ноября. То есть, вы видите, довольного генерального конструктора. Ну и здесь фотографии, которые демонстрируют то, что большое количество иностранных делегаций посещали территорию Котехнопарка. Это продолжается и сейчас. И буквально недавно у нас завершилось мероприятие под названием Экофестиваль. 1 июля 2017 года на территории Котехнопарка находилось порядка 5000 человек, инвесторов, которые вкладывали свои денежные средства, а кто-то приехал посмотреть и ознакомиться. Я знаю, что там были даже те, кто еще не зарегистрирован, не сделал никакого шага, просто приехали увидеть, что из себя представляет технология. Мероприятие прошло с большим успехом. То есть, опять же, люди, которые инвестировали, начиная с 2014 года, уехали очень довольны. И, соответственно, их эмоции они сейчас будут передавать на местах, рассказывать, что они видели и прочее. Ну и еще важный момент, который увидели здесь на слайде, это то, что в конце 2016 года было выделено, скажем так, дано распоряжение выделения участка земли, на котором будет построена высокоскоростная магистраль, где мы сможем продемонстрировать в 2018 году возможности высокоскоростного Skyway. Ну и потом еще, скажем так, были документы, получены участки земли, то есть там получится чуть ли не 22 километра протяженность данного участка. Это то, что касается технологий. Я сейчас уже, скажем так, времени рассказывать о том, что про нас рассказали в новостях на таком-то канале, на таком-то канале. В принципе, не уделяю времени, потому что, скажем, у нас в новостях, которые выходят каждый день, я думаю, пару-тройку раз в неделю дается информация, в каких средствах массовой информации у нас говорится. Но я думаю, что даже сейчас не так пристально специалисты нашей компании в Минске смотрят за данным направлением. Потому что если когда-то мы радовались год назад тому, что про нас написали в газете, я не помню название, Пуховичского района, там 7 тысяч экземпляров, да, что вот строится Экотехнопарк, то потом все чаще и чаще стали говорить о технологии Skyway на различных радиостанциях, телевизионных каналах, печатные издания, там журналы различные, посвященные тематике транспорта, там, дальше, скажем так, профильно-ориентированные журналы, например, тот же OnAir, да, уже разместил третью статью, это журнал, который лежит в кресле, в каждом кресле каждого самолета компании Белавиа, то есть это их журнал. Технология развивается, технология близка к тому, чтобы, скажем так, сертифицироваться, да, то есть все ближе и ближе момент выхода на международный рынок, то есть 3 года назад об этом можно было только мечтать. Когда я пришел работать в компанию, это было, сегодня 24 числа, 22 июля 2014 года, ну, фактически не было ничего, кроме идеи, да, кроме тех вдохотворенных идейных людей, которые, скажем так, первые сделали свои инвестиции в наш проект, вот, и самого Яницкого, который искал тогда, как раз-таки на тот момент, где мы будем строиться, и так далее, и так далее, то есть уже инвестиции первые пришли, ну, и благо все сложилось так, как хотели, хотя были разные этапы, и даже в этот промежуток времени за эти три года положительные, не совсем, главное, что все они были преодолены, и сегодня большое количество инвесторов с более чем, скажем так, 150, порядка даже более 200, как заявляет Анатолий Эдуардович, стран мира, да, порядка 350 тысяч уже сделали инвестиции, соответственно, наш проект международный, самое что ни на есть, и мы двигаемся к реализации данной цели. И прежде чем приступить ко второму этапу нашего вебинара сегодняшнего, да, хочу отметить следующее, смотрите, очень важной составляющей нашего проекта сегодня является возможность стать совладельцем данной технологии, да, стать инвестором в проект и в дальнейшем получать доход. Так вот, сегодня, и вчера, и год назад, да, данная возможность, она рассматривалась как даже более выгодной, чем вложение некоторыми людьми в своих денежных средств в конце 70-х годов в индустрии под названием интернет. Да, вот мы сегодня пользуемся с вами интернетом, вовсю, можно так сказать, да. В конце 70-х годов далеко не все люди были согласны с тем, что данная технология будет появиться там чуть ли не в каждом доме, в каждой семье и так далее, и так далее, и так далее. У меня к вам просьба, я включил трансляцию своего рабочего стола, надеюсь, сейчас без ошибок все это сделано, так как это было в четверг. Видно ли вам мой рабочий стол? Здесь всегда просто плюсики поставьте в чате. Итак, коллеги, как говорят специалисты, да, и не только я вот тут на презентациях пытаюсь, скажем так, придумывать какие-то сказки, что вхождение в транспортную отрасль технологии под названием Skyway намного более выгодно, чем вложение денежных средств в конце 70-х годов в индустрии под названием интернет и развитие, скажем так, направления персональных компьютеров, да. Вот те люди, которые тогда увидели перспективу, осознали, что может дать развитие данных технологий, сегодня очень здорово себя чувствуют финансово. То есть те, кто вложил тогда денежные средства, и денежные средства выросли в тысячи раз. Потому что интернет сегодня, скажем так, хотя нельзя сказать, что он вошел в каждый дом, если я скажу, это будет неправда, но существует огромное количество людей, которые, может быть, даже не слышали об этом, потому что у нас страны с разным уровнем жизни. Но те люди, которые тогда, как я сказал, увидели перспективу и вложили кто-то небольшие деньги, кто-то чуть больше, сегодня, скажем так, их деньги приумножились тысячи раз. Вот то же самое происходит с проектом компании Skyway. Но хочу сказать следующее. Я вам говорю, что в компании 15 этапов развития, сегодня мы заканчиваем 9-й. Точную дату перехода на 10-й этап, я думаю, нам сообщат. И вы будете об этом знать. Важно понимать следующее, что каждый этап, который был в развитии технологий на сегодняшний день, он ознаменован тем, что нужно выполнить определенные виды работ, для того, чтобы приблизить момент сертификации и выхода на международные транспортные рынки, но и иметь свой уровень доходности. Так вот, уровень доходности, я думаю, вам видно, сегодня на 9-м этапе, минимальный пакет стоит 15 долларов и уровень доходности 25 раз. Мы стремимся к той ситуации, работаем ради того, чтобы каждая отдельная доля в последующем стоила как минимум доллар США. Соответственно, за 15 долларов вы можете получить на выходе потом 375. С 10-го этапа, я даже не могу сказать, будет ли у нас 15-долларовый пакет, потому что это будет принимать решение руководства. Оставит ли возможность инвестировать в такие небольшие денежные средства. И, соответственно, уровень доходности на этом пакете, если он останется, будет меньше. То есть, может быть 20, может быть меньше, может быть 22, но это мы увидим с вами. Каждый последующий пакет, стоимость 30 долларов, 60 130 и так далее имеют свой уровень доходности то есть на каждом последующем пакете уровень доходности выше потому что наш проект продолжает быть венчурным а венчурные инвестиции это высоко рискованно как говорится да соответственно люди большими деньгами как считается больше рискует на первом этапе как говорю сам анатолий дар еще низкий уровень доходности был тысячи раз по тем деньгам которые вы инвестировали на втором я помню от 250 до полутора тысяч раз да на большим пакет сегодня большой пакет стоимостью 150 тысяч долларов вам принесет увеличение денежных средств двести двадцать пять раз это 33 с лишним миллиона долей да то есть почти 34 вот когда-то когда я только начинал сотрудничать с компанией уровень доходности на максимальном пакете был полторы тысячи раз но вы можете посчитать то есть это получается в шесть раз больше до соответственно 33 если мы можем на 6 это было там под 200 миллионов долей а если мы стремимся к тому чтобы каждой доли стоило 1 доллару понимаете какой сумме идет речь так вот сегодня осталось несколько дней когда вы можете приобрести вот эти выгодные пакеты они кстати будут выгодными и в последующем но будут ли минимальны я не знаю да и будет ли такой дисконт но пока действует девятый этап вы можете приобретать пакеты которые видите сейчас внутри личного кабинета я говорю про рассрочки которые были запущены в пятнадцатом году вот у нас есть рассрочки на любой кошелек вот 25 долларов в месяц до стандартное исполнение это старт сеньор стабильный бизнес бизнес 200 долларов они на разный срок вот там 8 до 10 месяцев важно понимать что если вы выплачете это рассрочку во время то вам будет начисленного двадцати одной тысячи двухсот пятьдесят акции либо далее до до 216 если выполнить и дополнительные условия которые прописаны против каждого пакета вот если мы нажимаем кнопку подробностей с ними можно ознакомиться то вам еще дополнительно добавит подарок да вы видите на разным цветом выделено 3750 долей до 54 соответственно пакет бизнес может вам принести не 216 тысяч а 270 тысяч долей есть пакет бизнес так выгодный да то есть если вы кстати оплатите течение суток два этих пакета по 300 долларов то вам будет начислено 87 тысяч долей не 66 тысяч есть пакеты такие же названия старт плюс бизнес плюс да с плюсами условия только дополнительные разные эти пакеты вы сможете открыть сделав двойной платеж сразу по рассрочке соответственно на месяц сокращается время выплаты данной рассрочки если вы делаете двойной платеж соответственно вы сразу понимаете что если вовремя выплаты рассрочку вы будете вознаграждены вот тем же самым бонусом что и на обычных пакетах старт сеньор бизнес стабильный далее у нас есть пакеты большего номинала рассрочек месяц от 500 долларов в месяц до 5000 долларов в месяц 4 пакета но дискон который на этих пакетах достаточно выгодны если люди выбирают себе данное движение скажем так по данной рассрочке все на 10 месяцев они становятся фактически миллионами владельцами пакетов далее компания есть пакеты которые можно приобрести до 65 долларов в месяц либо за 150 долларов в месяц на 9 месяцев на своих несовершеннолетних детей здесь также есть дополнительные условия первые из них стать если вы просто даже добросовестный платежчик то вам по-любому будет на премиальный счет начислено либо 3 400 либо 5750 долей если выполните дополнительные условия то соответственно еще 20000 55000 на каждом из пакетов вот эти пакеты по всей видимости прекратят свое действие после окончания девятого этапа они были приурочены как и фестиваль и очень выгодный дисконт то есть два пакета то есть две точнее две проплаты либо по 300 долларов либо 500 долларов дисконт 110 125 то есть это уровень доходности и пакеты крупные с крупного номинала которые приобретаются единоразовые платежи от 5 до 50 тысяч долларов 4 пакета в этих пакетах есть еще дополнительные скажем как преимущества либо условия на следующем фестивале вы сможете приехать и разместить возле дерева редкой породы свою именную табличку саду экотехнопарк либо в аллее и пакеты на транс пакет который вы можете приобретать тремя частями да то есть некоторые останавливаются сделав только один платеж 115 тысяч долларов 115 тысяч точнее далее получаете за тысячу долларов сша кто-то платит не позднее чем 30 дней второй платеж в линейке на транс и получает уже 150 тысяч долей а кто-то еще и третий раз успевает заплатить не позднее чем 30 дней после второго платежа еще 200 то есть дисконт возрастает соответственно за третье платежа вы получите 465 тысяч долей в принципе хороший хороший пакет просто если это дело умножить на 1 доллар то есть но довольно прилично звучит да здесь видите за 3 за 3500 до доллара в стандартном исполнении вы получаете 455 на 10 тысяч меньше и на 500 долларов вам нужно больше заплатить то есть пакет очень выгодный на транс вот такие у нас есть инвестиционный программ цель компании skyway capital да это привлечение денежных средств посредством краудинвестинга и на платформе микрофинансирование вы видели наши пакеты то есть абсолютно любой человек находясь в любой стране мира да практически имеет возможность выбрать себе по карману тот пакет который он считает ему нужен необходим и посредством того что он может дальнейшем рекомендовать данную возможность своему окружению использовать скажем так всю силу краудинвестинговой программы он может увеличивать портфель инвестиций благодаря тому что ему будут начисляться денежные средства в виде процентов по партнерской программе и также будут начисляться пока еще на девятом этапе не знаю как будет на десятом на акционный счет то есть партнерскую программу мы можем увидеть кабинете партнера те из вас то подписывает партнерское соглашение у них есть здесь маркетинг план то есть каждая ступенька шестиступенчатый скажем так карьерная лестница по маркетинг-план а по процентам подробнее мы разговариваем с людьми по вторникам и пятница вторник восемнадцать пятница в 13 часов то есть принципе вопросы если людей возникает то все это можно вебинаре обсудить и очень важный момент на который хотелось обратить внимание у нас есть целая череда инструментов для развития бизнеса и первый вид инструментов этого как раз и мероприятие которое проходит режиме онлайн расписание вебинаров вы можете их найти на сайте либо на в личном кабинете и те мероприятия которые будут на неделе вы увидите google таблицы на этой странице на тех языках на которых проходит мероприятие написано информацию о нем то есть вебинары это название ведущие ссылки выбрав любой из них вот больше сегодня например до 21 00 ведущий ссылки для входа время которое будет проходить мероприятие расписание мероприятий которые у нас проходят большом количестве стран и городов это живые презентации да я их называю оффлайн мероприятия также на тех языках на которых они проходят в разных уголках земного шара вот вы можете выбрать там варна болгария кто вел телефоны координаты и адрес то есть чем данная табличка наверно важно чем мое преимущество здесь будут до адреса по которым будет проходить данный мероприятие было бы желание вашего приглашать людей проживающих тех уголках где проходит данное мероприятие до чтобы квалифицирован донесли информацию чтобы могли ответить на все вопросы которые у них возникли вот ну и вы соответственно благодаря этому можете получить как мы говорим не свои руки до свою структуру свой бизнес партнеров проживающих на другом конце земли потому что сами вы можете проживать где-нибудь далековато выводе востоке например а партнер у вас могут появиться в лиссабоне что касаемо трассы мильбурт-сидней брисбан это скажем так расчет еще велся до того как компания назвалась skyway это скажем так начало десятых годов нашего тысячелетия вот сейчас речь идет о других проектах это просто то что показано что компания как точнее когда технологии развивала что были такие переговоры и предполагалось строительство такой трассы вот таким вот образом то есть это как бы информация которая пока за относится больше наверно к истории до развития технологии истории развития скажем так струнных технологий в целом касаемо проекта skyway там речь идет о другие скажем так проектах это начиная от небольшой трассы в университете флиндерс там передвинута на 18-й год решение этого вопроса и скажем так сейчас упор делается на то что работа с технической документации соответствие скажем нормативам и стандартам которые действуют на территории австралии вот и упор сейчас больше наверно грузовой skyway кстати вот я рассказал обо всем но наверное важной вехой всего того что я рассказывал это последние ролики которые были продемонстрированы на прошлой неделе то есть мы видели то что было да мы не сильно заморачивались плакали там себе куда-нибудь в рукав там вот краснели и так далее опускали глаза в пол когда ознакомили людей с технологии в четырнадцать пятнадцатом шестнадцатом году вот а сейчас совсем не стыдно да об этом говорить потому что я включу просто два ролика вы пока подумайте над вопросами которые вас есть а я включу друг за другом два ролика показывающих испытания скажем так пассажирского транспорта в экотехнопарке skyway начались комплексные испытания провисающего участка легкой путевой структуры а также юнитрака цель проверка теоретически рассчитанной возможности использовать пассажирские линии для грузовых перевозок на расстояние свыше 500 километров грузовой подвижной состав skyway или юнитрак выполнен на базе подвесных городских пассажирских юнибусов разработан специальный ряд транспортных средств стыкующихся с морскими железнодорожными и автомобильными контейнерами для жидких сыпучих штучных и специальных грузов юнитраки для скоропортившихся грузов оборудованы системой терморегулирования и кондиционирования воздуха в предназначенных для опасных грузов предусмотрен многослойный высокопрочный корпус скорость до 150 километров в час производительность комплекса свыше 200 миллионов тонн в год преодолеваемый максимальный продольный уклон до 30 процентов струнный рельс позволяет объединить высокоскоростные междугородние внутригородские и грузовые перевозки кроме того внутри струнного рельса возможно разместить линии связи электропередач вайфа и так далее таким образом что прокладка дороги в то или иное место на планете автоматически обеспечит комплексное освоение территории со всей необходимой сопутствующей инфраструктурой а также сохранить плодородный слой почвы для занятия сельским хозяйством очевидно что превосходя все существа и и и Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. У нас сегодня буквально эпическое событие. Впервые в экотехнопарке Skyway, что возле Марьиной горки, на полностью завершённый сезон. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, друзья, то, что на сегодняшний день достигнуто, вы видели сейчас на экране. Я не могу дать точных данных по переговорам, которые прошли в Индии, но я думаю, они тоже закончились, скажем так, в положительном ключе. И в скором времени всё это обнародуют. Ну, всё не всё, но, по крайней мере, нам расскажут отдельные пункты, до чего договорились на территории Индии, Индонезии и что нас ждёт в ближайшее время. Есть ли какие-то вопросы ко мне? Просто опять же, в целом, как мы обычно заканчиваем, действительно, то, что сегодня есть в руках у каждого из вас, это отличная возможность улучшить собственную жизнь и тех людей, которые вас окружают. Благодаря чему? Благодаря тому, что вы можете поделиться своими эмоциями, информацией о том, что есть такой проект. Лучше делать это с кем-то. Лучше это делать благодаря тем людям, которые вас пригласили в данный проект. Благодаря, скажем так, вебинарам, презентациям, которые могут проходить в ваших городах, да, личной встрече с наставником, с вашими приглашёнными и так далее, и так далее. То есть это будет лучше работать, если подходить к этому ещё с точки зрения как к бизнесу, который может вам позволить создать крупную партнёрскую структуру и создать крупный бизнес, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на рынок транспорта с технологией, о которой мы сегодня с вами говорили. Легко ли это? Наверное, нет. Просто да. То есть действия, которые нужно делать здесь, они простые, и каждый из вас это умеет делать без проблем. Зачастую вы никогда не заморачиваетесь в своей жизни, когда делитесь тем, кто вас окружает, чем-то хорошим, что вам понравилось, тем, что есть у вас в душе. То, что вы стали использовать, вам принесло какую-то пользу. Это могут быть родные, близкие, друзья, знакомые. Вы абсолютно даже не думаете о том, будут ли они к этому прислушиваться, будут ли они делать так же, как вы и так далее. Вы просто отдаёте часть того тепла, которое у вас образовалось благодаря чему-то, действиям, заключениям и так далее. А кто-то, благодаря тому, что вы рассказали, пользуется данной информацией. Вот здесь за такие дела, за такое движение, за такую информацию платится деньги. Я не сторонник кого-то уговаривать, доказывать, кричать, что это самый лучший вид бизнеса, который есть на планете. Много бизнесов хороших. Важно понимать, что этот бизнес от вас не потребует огромных денежных вложений, специальных знаний, даже в плане, скажем так, транспорта, в плане инвестиций, либо чего-то ещё. То есть вы просто здесь можете стать инвестором, совладельцем данной технологии. Это принесёт вам большие деньги в будущем. И плюс, знакомясь с данной информацией тех, кто вас окружает, вы можете ещё кто-то заработать дополнительные деньги, а кто-то заработать серьёзное, скажем так, состояние. Тем более, такие люди есть, получающие, скажем, не одну тысячу долларов в месяц, благодаря данной партнёрской программе. Какая она? Мы поговорим завтра. Есть ли ко мне какие-то вопросы, друзья? Кроме проекта в Австралии, который Александр написал, и, в принципе, как я вам сказал, это проект, который был. Он был просчитан, он был предложен. Сказать, что он куда-то пропал, нет, но просто сегодня мы как бы шагнули вперёд. Какие-то вещи стали стоить ещё дешевле, например, чем это было когда-то. Что-то, может быть, подорожало, потому что экономика на месте не стоит и прочее. И просчитывать, наверное, какие-то отдельные взятые адресные проекты. Ну, надо будет по-новому, создавать техническую документацию и так далее. А так у меня всё. Хочу пожелать вам отличной недели, которая сегодня началась. Настроение хорошего, тепла. В Москве обещают у нас к концу недели до 30 градусов. То есть, всё-таки лето сюда заглянет. Не знаю, надолго или нет, но дай бог. Тем, кто собирается отдохнуть в ближайшее время, желаю, чтобы отдых прошёл в удовольствие. Те, кто собирается активно приложить усилия и всё-таки, скажем так, познакомить, как можно большее количество людей с информацией, которую мы даём на вебинарах, чтобы эти люди всё-таки сделали шаг, соответственно, это принесёт вам в самом меркантильном понимании это деньги. А с другой стороны, может быть, и благодарность людскую и так далее, и так далее. Вот, чего вам желаю. Иногда спасибо стоит намного дороже, чем 10 долларов, 20, 100 и прочее, прочее. Здоровья вам, любви и денег. До новых встреч на вебинарах. Я вот вижу, что даже люди с Европы сегодня у нас были на вебинаре. Ну и всем успешного бизнеса, всем добиваться того, что вы хотите в этой жизни. Здоровья, счастья вам, родным, близким, чтобы всё у вас складывалось так, как вы себя представляете, выбираете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!